Эти изменения в вашем организме могут сигнализировать о серьезной болезни. Клинический фармацевт и врач из Лондона Найра Салем рассказала, какие изменения в организме женщины могут свидетельствовать о том, что ей следует провериться на диабет. Эти признаки достаточно неочевидны, а потому мало кто связывает их именно с этой болезнью, как распознать диабет, рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, при написании материала были использованы источники, ТикТок врача, Дейли Экспресс. Неочевидные признаки диабета у женщин. Изменение цвета кожи подмышек или шеи. По словам фармацевта, потемневшие складки на коже могут оказаться первыми признаками проблем со здоровьем, а именно резистентности к инсулину. На этих участках могут появиться черные пятна. Кроме этого, кожа может начать грубеть, висячие, родинки. Невусы телесного цвета, которые появляются на коже и будто бы свисают на ножки, не стоит игнорировать. Такие родинки следует показать врачу, чтобы он проверил их на доброкачественность, акне. Прыщи, особенно на левой стороне лица, заявила врач, могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе. Конечно, акне не всегда связано с диабетом, но перестраховаться будет не лишним, чрезмерное оволосение. Герсутизм чаще всего проявляется на лице, шее, животе, ягодицах и бедрах. И если вы заметили, что на этих участках у вас очень много волос, проконсультируйтесь со специалистом «облысение по мужскому типу». Высокий уровень инсулина, объясняет врач, приводит к тому, что в организме женщины появляется много тестостерона. А это влияет на волосы и провоцирует их выпадение, как уберечься от диабета. Фармацевт рекомендует изменить образ жизни. Для этого нужно употреблять больше клетчатки и полезных продуктов, начать заниматься спортом и, по возможности, делать силовые упражнения, проконсультироваться с врачом и узнать о возможной необходимости употреблять витамины. Напомним, ранее кардиолог назвал пять привычек, от которых нужно срочно избавиться. Кроме того, недавно мы рассказывали, какие бесплатные обследования позволяют выявить рак на ранних стадиях.